Девушки отдыхают 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 с Батархана Га и мы с ним в очень хороших отношениях. Вот. Хуат Шелебаев, это тот композитор, который сочинил самый большой такой хит на казахском языке для Батархана Шукенова. Называется «Отанана». Вот. Они записали целый альбом. Альбом имел колоссальный успех в Казахстане. Не только в Казахстане, но, конечно, на всех странах СНГ. Поклонники вашего творчества из Европы очень мечтают о продолжении вашего тура «Орнау», о концертах, которые, к сожалению, не состоялись из-за пандемии в Минске, Дюссельдорфе и Праге. Положив заветный билетик далеко в ящик, тем не менее, они ждут, не сдают билеты. Могли бы вы сказать им какие-то слова о поддержке? Блин. В том числе и Минскому зрителю мы тоже ждем. Нас тоже перенесли концерт. Давайте в этот момент я просто встану и сделаю поклон для всех своих слушателей, которые не сзади билеты. Да. И, понимаете, для артиста это огромное счастье. Я даже ну и сейчас скажу, что прослезился, конечно, это это не совсем правда, но если бы я умею бы плакать, я бы заплакал бы. Подождите, вы не умеете плакать? Ну, казахи не плачут, мужчины. Ну, че. Вот. Я был тронут и хочу поблагодарить всех своих фэнов по миру за то, что не сдали билеты. Прям это... Я об этом даже в юношеские годы даже, наверное, не мечтал. Вот. Это огромное счастье. Огромнейшее. Я вообще по жизни понимаю четко одну вещь. Я очень счастливый человек. Понимаете? Очень счастливый. Потому что в мире около семи миллиардов людей. По сущности мы все люди хотим быть замеченными. Мы все хотим быть известными. многие в этом не признаются, но это правда. И столько вокруг талантливых певцов, столько талантливых артистов, а Аллах именно захотел, чтобы у меня все начало получаться. Понимаете? Так что я стараюсь максимально философски относиться ко всему тому, что происходит в моей жизни. И я просто благодарю Всевышнего, благодарю своих родителей, благодарю всех своих слушателей, то, что я сейчас сижу и имею возможность говорить, рассказывать вам все это, делиться своим самым сокровенным перед журналистами. Это огромное счастье. Я к этому очень долго шел. Я, честно говоря, иногда просыпаюсь и своим друзьям говорю, ребята, прикиньте, блин, я же об этом, обо всем этом мечтал. И мы до сих пор, все мои друзья, вся моя семья, я в том числе просто благодарим Всевышнего, благодарим всех за то, что все у меня так происходит в жизни. Огромное вам спасибо от всех тех, кто ждет ваши концерты. И вот еще один вопросик от них, от ваших поклонников в Канаде и в Америке. Я думаю, что многих интересует этот вопрос. Вы не поверите, но они мечтают услышать от вас что-нибудь из Notre Dame de Paris. Говорят, вы знаете эту оперу наизусть и даже участвовали в постановке номера для одного телевизионного проекта в Казахстане. Вот какую бы партию вы хотели бы спеть, если бы была такая возможность, какую бы роль сыграть? Я чуть-чуть не раз слышал. Из наверное роль Фебуса или Клопена. Роль Фебуса мне больше по душе, потому что его девочки любят. А роль Клопена мне больше подходит по вокальной части. Я вообще должен признаться в далеком девяносто девятом году, когда Notre Dame de Paris поразил практически весь мир. У меня была дома кассета с мюзиклом Notre Dame de Paris и пять лет я выучил все песни из этого мюзикла. Можно даже сказать, что Notre Dame de Paris сделал меня музыкантом. Можно даже так сказать, я так считаю, потому что я очень сильно полюбил этот мюзикл. И сейчас, кстати говоря, мои друзья, те ребята, которые со мной хорошо общаются, они сейчас принимают участие в казахстанской версии этой постановки. И так получилось. Я в детстве ну так скажем, Эсмеральда мне нравилась. Да. И потом проходит время вот спустя несколько лет, даже двадцать почти двадцать лет после Аймсингера не звонит та самая артистка, которая играла роль Эсмеральды. Да. Она позвонила, мы с ним познакомились. Вот. Она пригласила во Францию принять участие в одной передаче. К сожалению, у меня не получилось, потому что у нас график был расписан на пару лет вперед. Но я был очень рад этому разговору. Мне было очень приятно. Огромное вам спасибо. И пользуясь случаем, я прошу передать мои поздравления прекрасной Эсмеральде, вашей маме Светлане Айдбаевой, которая сыграла эту роль в телевизионном проекте в Казахстане. Поздравляем ее с днем рождения, желаем ей счастья и всего самого наилучшего. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Димаш. Вообще, мне кажется, вы такой посол доброй воли в своей стране, в других странах мира, потому что смотришь, когда ваши концерты и когда флаг Казахстана поднимается и в Китае и на других площадках. Я представляю, как гордится вами ваша страна и как благодарна вам. И сегодня подготовлен специальный сюрприз, который увидят зрители в интернете, которые смогут посмотреть наши журналисты. Оксана Иванова, буквально пару слов расскажите об этом и мы будем прощаться, мы сможем вас отпустить. Дорогие друзья, наша редакция DK Media World сняла для делегации Казахстана фильм «Поздравление с юбилеем фестиваля». И этот фильм, он был снят со всеми приметами нашего времени. Находясь в разных городах и разных странах, мы связывались друг с другом онлайн и только здесь мы увиделись вживую, первый раз и обнялись. И я хотела бы от всей нашей редакции выразить огромную благодарность артистам, принявшим участие в этом фильме, несмотря на свою сумасшедшую занятость. Они нашли время для того, чтобы записать слова, теплые слова признания в любви фестивалю. И это, и находили для этого самые неожиданные, это происходило в самых неожиданных местах. Кого-то наш зум застал в машине, когда там Амре ехала по делам своим, Динара Султан оставила своих шестерых детей дома, пришла в студию, чтобы признаться, в любви фестивалю, Адельхан Макин записывал между экзаменами в МГУ во время сессии, кто-то перед спектаклем в гримерке, кто-то поздно в студии. Мы всем очень благодарны. И этот фильм получился не только как пожелание и поздравление фестивалю с юбилеем, но это получилась история участия артистов Казахстана в фестивале «Славянский базар» и история одной женщины, которой все наши артисты признались в любви. И мы тоже, наша редакция, я из России, Наташа Бренер из Ирландии, Ольга Тереков из Германии, Виктория Тё из Казахстана, мы присоединяемся к этим пожеланиям, признаниям любви Карлы Гаше Абдикаримовой, которая посвятила всю свою жизнь развитию детского творчества в Казахстане и уже больше 20 лет является представителем фестиваля «Славянский базар» в Казахстане. И вы цветы приготовили, да? Пожалуйста. Мама Карла это для вас. Вау! Дорогие друзья, мы желаем Димашу незабываемых дней в Витебске на «Славянском базаре», хорошей, интересной, плодотворной работы в жюри. С нетерпением будем ждать вашего появления на сцене. Примите, пожалуйста, на память наш небольшой сувенир. И аплодисменты для артиста. Фильм скоро в эфире посмотрят наши пользователи интернета. Журналисты смогут увидеть через несколько минут его в зале. Спасибо, Димаш. за то, что уделили мне время. Было приятно находиться в вашей компании и беседовать с вами. Вам тоже огромное спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok